Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Сегодняшняя наша встреча будет посвящена сверхурочному расчете заработной платы на примере 1СЗУП. Вы видите наши контактные данные на экране, то есть наша электронная почта, наши телефоны, телеграм-контакты. И адрес нашего сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик 1С Галина Гардышева. И если вам по какой-то причине оказалось неудобно время проведения встречи или вы не смогли, например, досмотреть до конца, то приглашаем вас посетить наш сайт. Мы выкладываем немного позже записи наших встреч и, соответственно, вы можете посмотреть это в удобное для вас время. Ну и возможно найти другую дополнительную информацию, которая вас интересует. Так что милости просим. Приглашаем к сотрудничеству и нам будет интересно получить обратную связь от вас и какие конкретно вопросы вам хотелось бы услышать на наших встречах. Итак, сегодняшняя наша встреча будет проходить вот по такой программе. То есть мы поговорим про изменения в трудовой кодекс в 2024 году, которые были внесены. Мы поговорим про изменения НДФЛ, ну, соответственно, про документальное оформление, как и что сделать в программе, чтобы получился нужный результат, дополнительные сервисы, справки и так далее. Как будет проходить наша сегодняшняя встреча? Мы с вами будем теоретические материалы смотреть на слайдиках и попараллельно переключаться на демо-версию. Сейчас я ее включу. Вот демо-версия конфигурации 1С зарплаты управления персоналом ЗУП. И, соответственно, на ее примере мы будем какие-то моменты более подробно рассматривать. Хочу сразу оговориться, что практически блок зарплаты управления персоналом входит в состав 1С ERP. Ну, практически вся функциональность сохранена. И, собственно говоря, оформление тех процедур, про которые мы будем с вами сегодня говорить, в ERP происходит почти так же, только немного другое расположение меню. Но, поскольку мы с вами будем рассматривать это на примере ERP, то, соответственно, с ней мы и начинаем работать. Снова перехожу на наши слайды. Итак, трудовой кодекс у нас тоже претерпел изменения, то есть не только налоговый изменялся, и, скажем так, не только революционные изменения в налоговом кодексе у нас имеются, но и также приводилось в соответствие и трудовое законодательство, и трудовой кодекс. То есть на самом деле у нас были внесены поправки в трудовой кодекс, которые касаются, ну, во-первых, сверхпрочной работы, то есть темы нашей сегодняшней встречи. Ну, а во-вторых, конечно, это изменения НДФЛ. Мы немножко затронем эти изменения, но попозже, ближе к концу нашей встречи. Итак, у нас есть свежий закон, так сказать, совсем свежий, который датирован 22 апреля этого года, номер 91 ФЗ. И, соответственно, в 152 статью Трудового кодекса были внесены поправки о том, как рассчитывается оплата для выплат по компенсациям сверхурочных часов. Эти поправки вступают в силу с 1 сентября, но и до 1 сентября у нас, собственно говоря, эти поправки нужно учитывать. Ну, во-первых, это нужно учитывать время, отработанное в течение рабочего времени, исходя из тарифной ставки. Но, во-первых, выплаты должны гарантироваться, чтобы были не ниже МРОД, как вы знаете, МРОД у нас с этого кода тоже повышен, изменен. И, соответственно, эти выплаты не должны быть меньше, чем обычная оплата труда. И, во-вторых, время, которое сотрудник отработал у вас сверхурочно, оплачивается, соответственно, в пределах переработки по полуторной ставке первые два часа. И следующие два часа – это двойная ставка. То есть, вроде бы, на первый взгляд, ничего нового в этом нет. То есть, у нас полуторная ставка и двойная ставка действуют достаточно давно, и мы к ним уже привыкли. Но, тем не менее, это не совсем так. То есть, было закитание Конституционного суда. И отличие нынешних поправок, в общем-то, вызывало нарекания, так как было недостаточно четко прописано, что же используется для расчета таких доплат. А здесь есть достаточно серьезная тонкость. То есть, начисление заработной платы у многих составляет, например, окладная часть очень небольшая и премиальная часть, которая гораздо выше. То есть, соответственно, если для расчета таких компенсаций принимается только окладная часть, то в этом случае сотрудники существенно недополучают оплату. Вот эту ситуацию рассмотрел Конституционный суд в прошлом году и признал эти положения нарушающими Конституцию. И вот данное изменение было внесено. Что для нас означает это на практике? На практике это означает следующее. То есть, при оплате сверхурочных, ну вот вы видите на экране у меня пример представлен. То есть, при оплате сверхурочных учитывается не только окладная часть, но и премиальные доплаты, и доплаты компенсационные, которые входят в оплату данного сотрудника. Соответственно, в этом случае уже берется совсем другая база для расчета и, естественно, возможность недоплачивать при этом отсутствует. Но при этом, как, естественно, следует из постановления, предприятия должны внести в свои локальные нормативные акты дополнения и изменения. Как вы знаете, такие локальные нормативные акты принимаются вместе с учетной политикой. Можно даже издать дополнения к учетной политике с такими актами и прописать в них новый порядок расчета оплаты за сверхурочные работы. На самом деле, если вдруг у вас была установлена более высокая ставка, то, конечно, менять ее в сторону снижения нельзя. То есть, если у вас были приняты нормативные документы, которые регулируют повышенную оплату, то они так и останутся без снижения. Но Роструд направлял официальное разъяснение, что работа сверхурочна, требуется согласия самого работника и не допускается оформлять согласие работника сразу, например, на целый месяц вперед или на весь период работы. То есть, каждый случай сверхурочной работы должен оформляться отдельным согласием. Мы еще немного поговорим потом по практической стороне вопроса. То есть, что же обозначают на практике такие новшества в расчеты. А сейчас мы поговорим вот о чем. На следующем слайдике, вот так, вы видите правила привлечения к сверхурочной работе. То есть, по общему положению привлекать сотрудника к выполнению сверхурочной работы необходимо при наличии письменного согласия сотрудника на то, чтобы выполнять работу в такое-то конкретное время, на конкретном месте и какую именно работу. Но иногда есть случаи, когда сотрудников можно привлечь к выполнению сверхурочной работы без их согласия. Ну и, естественно, есть случаи, когда сотрудников, работников вообще нельзя привлечь к сверхурочным работам. К сверхурочным работам нельзя привлечь сотрудников, ну, во-первых, по состоянию здоровья. А вот каких можно привлечь без согласия, это, значит, в случае необходимости предотвращения аварии либо устранения последствий аварии и стихийных бедствий, то есть форус-мажорное обстоятельство. Второй случай, когда не требуется согласие работников, это при проведении общественно необходимых работ по устранению непредвиденных обстоятельств. Ну, то есть это, опять же, какие-то форус-мажорные обстоятельства, связанные с авариями, экстремальными природными явлениями и так далее. При производстве работ, которые связаны с военным положением, или чрезвычайным положением, когда вводится чрезвычайное положение. И, соответственно, когда вводится чрезвычайное положение, то есть работы связаны с пожарами, с наводнениями, с гололедом, ну, то есть какие-то природные катаклизмы. И вот здесь есть еще одно уточнение, на которое надо обращать обязательно внимание, что сверхнормативные работы не могут быть неограничены по времени. То есть продолжительность сверхурочной работы для сотрудников должна не превышать 4 часа в течение двух дней подряд. В год сверхурочной работы у нас могут составлять 120 часов. При этом работодатели должны вести точный учет таких работ и отражать его, естественно, в табеле рабочего времени. Собственно говоря, это у нас сейчас все нормативные, так сказать, материалы идут. И мы еще посмотрим вот один с вами слайдик. На самом деле это те категории сотрудников, которых нельзя привлекать для выполнения сверхурочных работ. То есть мы с вами говорили сначала о тех сотрудниках, которых можно привлекать без письменного согласия, а теперь поговорим о тех, которых нельзя привлекать даже с письменным согласием. То есть нельзя привлекать к сверхурочным работам беременных работников до 18 лет, то есть несовершеннолетних, а также работников, если у них действует ученический договор. То есть таких сотрудников нельзя привлекать к сверхурочным работам. Ни из их согласия, ни без их согласия. И еще одна группа, которая допускается к сверхурочным работам, только если состояние их здоровья позволяет выполнять эти работы. И, соответственно, у них есть медицинское заключение об этом. То есть это, во-первых, инвалиды. Во-вторых, это женщины с детьми в возрасте до 3 лет. То есть если женщина вышла из декретного отпуска, например, после полутора лет до 3 лет ребенку, то ее к сверхурочным работам можно привлекать только по состоянию, если ее состояние здоровья это позволяет. Матери и отцы в одиночку воспитывающие детей в возрасте до 14 лет. Точно так же это и их опекуны, которые воспитывают детей до 14 лет. Если один из родителей работает вахтовым методом, и, соответственно, такая семья имеет ребенка до 14 лет. И если семья имеет трех и более детей в возрасте до 18 лет, младшему из которых не исполнилось 14 лет. То есть многодетные семьи тоже привлекаются по состоянию здоровья, если это позволяет. Ну, соответственно, если у них есть медицинские показания, по которым их нельзя привлекать. Ну и, естественно, в этом случае они должны привлекаться к работе по согласию. Согласие должно быть в письменной форме. И, соответственно, не должно, если такие работники отказываются от сверхурочной работы, это не должно нести негативных последствий. Но, к сожалению, вот этот пункт не особо выполнил в наших условиях, но, тем не менее, нормативное требование такое имеется. Собственно говоря, сверхурочной работы в 1СЗУП надо активировать для того, чтобы работать с этим видом начисления. Как мы можем активировать в 1СЗУП возможность работать со сверхурочными часами и начислениями? Сейчас посмотрим мы с вами вот такой слайдик. Ну, соответственно, для того, чтобы выполнять такие расчеты, мы должны активировать данную опцию. И вы видите слайдик. То есть, как мы должны это сделать? Мы выбираем меню настройки и выбираем расчет заработной платы. Сейчас мы с вами переключимся на конфигурацию и посмотрим это, так сказать, в полевых условиях. Значит, мы с вами выбираем меню настройка и выбираем расчет заработной платы. Здесь, как вы видите, у нас проставляются чекбоксы, которые должны соответствовать вашим реалиям бизнеса, то есть вашим бизнес-процессам. Если мы опускаемся вот ниже... Так, сейчас я вам еще покажу на слайдике, чтобы это можно было распроизвести и отложилось в памяти. Значит, мы выбираем вот такая гиперссылка настройка состава начислений и удержаний. У нас этот пункт меню находится, как я уже говорила, в настройках и начисления расчет заработной платы. И, соответственно, мы в этот... Вот, проскочила я. Переходим по этой гиперссылке. Настройка состава начислений и удержаний. И у нас вот такое открывается меню. Соответственно, почасовая оплата. Мы должны проставить вот здесь, во-первых, применение почасовой оплаты. И, во-вторых, проставить чекбокс, то есть зеленую красивую галочку, на сверхурочной работе. То есть, соответственно, при оплате ночных часов, вечерних часов, сверхурочной работы. Ну, то есть, соответственно, то, что будет применяться в вашей конкретной ситуации. Ну, мы не будем рассматривать и остальные начисления. Мы остановимся на этом. То есть, мы проставили бы здесь флажок сверхурочная работа. И после этого мы можем уже работать с конкретными начислениями, удержаниями, табелями и графиками. Теперь мы закрываем вот это все. И снова возвращаемся к нашим слайдикам. Значит, после активации такой настройки мы с вами переходим в раздел кадры. То есть, в раздел кадры у нас с вами открывается общий журнал, в котором есть возможность через кнопку создать работать со сверхурочными начислениями. Сейчас мы с вами это попробуем сделать на практике. Переключаемся. Так, переходим в раздел кадры. И, соответственно, все кадровые документы. У нас открывается общий журнал документов. И вот кнопочка создать. Мы с вами можем выбирать. И вот, соответственно, достаточно большой выбор документов, которые мы можем использовать. И вот наша работа сверхурочная. То есть, мы можем создавать документы. И документ вот данный, когда я перехожу на выбор вот этой позиции, у меня открывается вот такое диалоговое окно. И здесь мы создаем, соответственно, задаем сначала условия, выбираем месяц, когда это должно произойти, естественно, организацию. И через кнопочку «плюс» добавляем, соответственно, какие-то дни, когда у нас планируется сверхурочная работа. Обратите внимание вот на что. То есть, вот здесь, внизу, под табличной частью, мы проставляем чекбокс, что согласие на сверхурочную работу получено. И время учтено при расчете заработной платы. Здесь табличную часть мы выбираем сотрудников, которые будут производить эту сверхурочную работу. Сейчас снова вернемся к нашим слайдам. Это вот то, что мы с вами посмотрели сейчас на практике, так сказать. Вот наши дни, которые мы отмечаем на графике. И в итоге, когда мы заполним данный документ, укажем количество часов сверхурочной работы и выберем способ компенсации. То есть, видите, вот здесь выделено красным, какая может быть компенсация. То есть, у нас может быть отгул, может быть повышенная оплата, когда денежная компенсация. Ну, соответственно, вот мы выбираем нужные варианты. И через кнопочку «Печать» мы можем получить печатную форму приказа о сверхурочной работе. То есть, приказ должен в нашем случае, если это касается сверхурочной работы, должен быть подписан сотрудникам. И, соответственно, график сверхурочной работы, где отмечается, когда эта работа должна происходить. Ну, здесь есть еще один очень интересный момент, который вроде бы напрямую не сразу ассоциируется со сверхурочной работой. Ну, у нас в начале года, например, начало этого года, январь, февраль, март, есть предпраздничные дни. То есть, это конкретно 22 февраля, 7 марта, 30 апреля. То есть, это предпраздничные дни. И, собственно говоря, предпраздничные дни у нас, в общем-то, достаточно давно уже отработано. То есть, проблем с оплатой таких дней не возникает. Мы должны этот день оплатить в полном размере, хотя он сокращен на 1 час. И вот здесь вот кроется небольшая коллизия, так сказать, поскольку, в общем-то, вот этот час, который по законодательству сокращенный, у нас попадает в облату сверхурочных. В том случае, если, например, по технологическому процессу мы не можем сократить этот день для работников. Или, например, если неправильно составлен табель. То есть, по законодательству рабочий день должен быть сокращен, а при составлении табеля проставили восьмерку. Но, соответственно, это касается вопросов, которые поступали от пользователей. Что же делать в таком случае? И, соответственно, связанные с таким моментом случаи, если выпадают, например, на субботу-воскресенье праздник, или как заплатить сотруднику, если он все-таки этот час реально отработал. То есть, не сокращенный рабочий день у него был реально отработанный. И вот здесь вот возникает вопрос. Во-первых, чисто юридический, потому что трудовая инспекция, видя такой график, сразу посчитает вам нарушение законодательства. Соответственно, извините, не графика, а табель. Соответственно, и это типичная ошибка, к сожалению. То есть, нарушение законодательства, это связано не с одним конкретным случаем, а такие ошибки достаточно часто бывают. И, соответственно, такая ошибка зафиксирована, например, табелем. И тогда становится вопрос с соответствующими штрафными санкциями и так далее, чтобы было нарушено законодательство, не оплачен этот час. И, например, оплачен он в одинарном размере, как при обычном рабочем дне. Вот здесь начинаются, так сказать, вариации на тему, как оплачивать такой час. В 1С предусмотрена такая возможность. Значит, у нас есть производственный календарь, который позволяет... Сейчас мы переключимся еще раз на... То есть, соответственно, при составлении документа, что работа сверхурочно, мы можем создавать документы относительно производственного календаря. То есть, мы сможем создать график, который учитывает предпраздничные рабочие дни. И, соответственно, у нас в этом случае будет возможность работать с праздничными днями, которые сокращены. В этом случае у нас будет отражаться по табелю, например, рабочий день 1, а количество рабочих часов 7, а не 8. Соответственно, у нас в этом случае при расчете заработной платы появляется, как мы уже говорили, отмечаем, что у нас настройки состава начислений и удержаний. Отмечены сверхурочные часы. И в графике производственного календаря у нас тоже эти часы учитываются. Значит, нужно как бы обращать внимание сотрудников, которые составляют табель, о том, что предпраздничные дни отражаются именно в сокращенном варианте, но не влияют на начисление заработной платы. То есть, у нас проставлено, например, 7 часов, но при этом оплата происходит в полном объеме. Еще раз сейчас переключимся на наши слайдики. И, соответственно, когда мы оформили начисление сверхурочных, в этом случае мы не забыли проставить галочку о том, что письменное согласие получено. Но кроме того, что у нас были изменения внесены в расчет сверхурочных часов, у нас в этом году, напомню, произошли изменения в основном по НДФЛ. То есть, по НДФЛ у нас были внесены изменения достаточно серьезные. Ну, во-первых, по НДФЛ у нас были изменены достаточно серьезно требования в отношении резидентов и нерезидентов. То есть, у нас, сейчас мы посмотрим на слайдике, то, что касается НДФЛ нерезидентов, у нас действует с 1 января этого года. И с 1 января у нас не надо считать 183 дня непрерывного пребывания в РФ, а соответственно, НДФЛ удерживается по таким же ставкам, как и работникам-резидентам. То есть, 13% и 15%, если доход больше 5 миллионов рублей. затронуло это достаточно широкие слои населения, поскольку у нас достаточно много трудовых мигрантов, так сказать. И до, напомню, что до 24-го года у нас НДФЛ составлял таким работникам- нерезидентам, которые не находились 183 календарных дня на территории РФ, 30%. Ну, при расчете на самом деле здесь, несмотря на то, что кажется, что снизилась ставка, на самом деле она не снизилась, поскольку по трудовому договору предусматривалось определение места работника, места работы сотрудника, как местонахождение его рабочего места в иностранном государстве. соответственно, дополнительные были правила начисления для таких сотрудников. и второе, что увеличена страховых взносов для физлиц нарастающим итогом с 1 января увеличена, и соответственно тарифные ставки на обязательное медицинское и пенсионное страхование составляли 30%, ну, а свыше, если превышение лимита было, то 15,1%. При этом у нас лимит был миллион 917 тысяч, а в этом году 2 миллиона 225 тысяч. Ну, соответственно, это было связано еще и с тем, что уведомления по НДФЛ в обязательном порядке введены два раза в месяц, и соответственно отчетность по отчетность по НДФЛ тоже была изменена. Ну, и плюс к этому, как мы знаем, были изменены размеры социальных вычетов, то есть социальные вычеты у нас были увеличены, и соответственно в этом случае мы сейчас посмотрим с вами вот такой слайдик, то есть у нас было 120 тысяч, а теперь увеличены социальные вычеты до 150 тысяч. При этом вычет на обучение увеличился в два раза, то есть теперь у нас 110 тысяч на обучение ребенка. изменения коснулись работников, которые на удаленке, то есть если они официально трудоустроены, они уплачивают НДФЛ по 13%, ну и соответственно если превысил их доход 5 миллионов, то ставка увеличивается до 15%. 110 тысяч у нас на каждого ребенка, но в общей сумме для обоих родителей, либо для опекунов, которые сохраняются приравнены к родителям. И у нас изменения, которые коснулись еще самих социальных вычетов. то есть например перечень выплат, которые мы имеем право предъявить для вычетов. У нас к таким расходам в общем-то относятся обучение, как я только что сказала, самих сотрудников, обучение детей, которое увеличено в два раза, лечение, кроме дорогостоящих видов, физкультурно-оздоровительные услуги, то есть это те налоговые вычеты, которые достаточно часто применяются и в принципе хорошо известны. Но в общем-то не все вычеты настолько широко используются. Реже используются вычеты на пенсионное обеспечение добровольное, а также на добровольные дополнительные взносы на накопительную пенсию. А вот следующий вид вычета используется практически очень редко и его не предоставляют работодатели. Этот вычет называется на независимую оценку квалификации налогоплательщика. Этот вычет работодатель не предоставляет, но работник может заявить его при подаче декларации в налоговый орган. Ну, то есть при подаче по концу периода 3НДФЛ может заявить работник такой вычет. Собственно говоря, сейчас мы снова с вами переключимся на нашу конфигурацию. Так, и поддержка нам сейчас не нужна. И немножко поговорим про отчетность. То есть, соответственно, и в меню кадры, как вы видите, у нас есть сервис 1С кабинет сотрудника и зарплате 1С кабинет сотрудника и отчетность у нас дополнительно содержится в разделе отчетность справки. Здесь у нас есть раздел 1С отчетность, где также находятся сейчас мы сюда перейдем находятся отчеты и личные кабинеты. То есть, у нас есть личные кабинеты в нескольких вариантах. Личные кабинеты, которые касаются сотрудников и личные кабинеты, которые касаются непосредственно организации. Как вы видите, если я перехожу в 1С отчетность, то у меня выскакивает рекламный баннер, если можно так сказать. То есть, это рекламируется не раздел, а конкретный сервис. Сервис 1С отчетность, то есть, подключение напрямую к сайту налоговых органов, налоговых органов Единого фонда социального страхования и так далее. Напрямую почитать про него можно по этой ссылке и подключиться на самом деле тоже очень несложно. Вот по этой гиперссылке мы можем подключить этот сервис. Чем он удобен? Это, собственно говоря, тем, что экономится время на получение ответа, то есть, мы минуем оператора фискальных данных и напрямую обмениваемся с налоговыми органами. И здесь есть тонкость, на которую надо обратить отдельное внимание, потому что она немного завуалирована. То есть, если у вас подписка ЭТС Техно, то данный сервис доступен вам за дополнительные деньги, правда, достаточно скромные, порядка 4800 рублей на год. Соответственно, если посчитать на месяц, то вполне себе дружественная получается цифра. А вот если у вас подписка ЭТС проф, то в этом случае вы можете подключить одно юрлицо бесплатно. Если у вас юрлиц много, ну, например, у вас холдинг, то в этом случае придется дополнительно платить за сервис в соответствии с тем, какое количество лицензии вам необходимо. Так, это мы с вами поговорили, когда программа сама себя хвалит. И вот мы с вами попали в журнал отчетности. Журнал отражает те отчеты, которые вы выбрали. То есть, когда вы создаете новый отчет, вам программа предлагает вот такое меню, где закладочка избранная и закладочка все. И если вы выбираете какую-то отчетность, которую еще не составляли, то, соответственно, она переносится в закладочку избранные. То есть, вы, соответственно, можете выбрать, какую вам интересует, например, по физлицам. Вот, например, 6 НДФЛ, которая в этом году тоже менялась. То есть, за первый квартал мы отчитывались уже по новым формам. И, соответственно, если я ее сейчас выберу, она мне перенесется в избранное. И будет отражаться в составе уже имеющейся здесь отчетности. и, соответственно, ее статус будет соответствовать тому, что есть в натуре, так сказать. То есть, например, в работе подготовлено, дано, ну, в зависимости от того, какая ситуация с этой конкретной отчетностью. А вот личные кабинеты, это, если мы с вами вот так попадем еще раз зайдем в раздел 1С отчетность, то у нас вот эта вот линейка соответствует меню, которое нам доступно в свернутом виде. Значит, личные кабинеты, что нам в этом случае интересно? В этом случае нам интересны новые сервисы, которые появились, то есть, личный кабинет налогоплательщика у нас сейчас содержит новый дополнительный сервис, который позволяет работать с единым налоговым платежом, то есть, личный кабинет по ЕНС, к сожалению, пока только для ипистов, для юрлиц немножко другая ситуация, но для ипистов такой сервис очень удобен и позволяет посмотреть состояние расчетов и, соответственно, если вы хотите там, например, перенести какие-то платежи, то это можно сделать. А вот что нас здесь интересует, кроме этой новой функции, так это возможность работать с личными кабинетами по Единому социальному фонду, видите, пометочка бывшей ФСС у нас присутствует. Ну, личный кабинет юрлица это возможности посмотреть акты камеральных проверок, если у вас были планы, которые, если вы в планах на камералку состоите в каких-то или уже существующие акты. А вот этот личный кабинет это личный кабинет по работе с электронными лесками нетрудоспособности, ну и собственно со всеми социальными выплатами, то есть пособия и так далее. Вот этот сервис позволяет отслеживать состояние электронных лесков нетрудоспособности, как вы знаете, у нас сейчас больничный только в электронной форме и больничные лески не изменилось три дня за счет работодателя, остальное за счет ФСС, но есть такая тонкость. Личный кабинет позволяет отследить статус больничного леска, то есть например работодатель честно выполнил свои обязательства, три дня оплатил и отправил эти данные в социальный фонд России СФР, а сотрудник не получил выплаты, не получил выплаты, потому что СФР направило уведомление о том, что отчетность, которую он получил, содержит какие-то либо изменения, либо требуются сочинения и так далее. И в этом случае требуется отслеживать больничный листок сотрудника, отслеживать его статус и соответственно если это длительный особенно больничный лист, то требуется своевременное реагирование, чтобы не попасть на штрафные санкции. Ну и дополнительный скажем так не очень приятный момент связанный со статистикой. То есть статистика у нас на самом деле в этом году достаточно много разместила форм отчетов, которые предприятия должны сдавать и эти отчеты касаются в основном кадровых мероприятий конкретно начислений то есть фонда заработной платы ну то есть всего, что связано с персоналом, с выплатами и так далее. И соответственно статистика последние два года очень активно используют штрафные санкции. То есть они и раньше имели право штрафовать, но это право больше было декларативным, чем используемым. А вот начиная с 2022 года штрафные санкции применяются на практике и достаточно большие. То есть 70 тысяч на первый случай и до 150 тысяч, если это повторное правонарушение. То есть нужно внимательно отслеживать ситуацию и фактически перед каждой отчетной датой, то есть например, если у вас ежеквартальная отчетность, то стоит проверять, не попали ли вы под какие-то выборки, по которым должны дать отчетность, статистику. И соответственно, ну если вы попадаете под какие-то другие отчеты, то личные кабинеты, например, вот Росприроднадзор позволяет отследить возможность проверок вашего предприятия и современно подготовить нужные документы. Так, мы с вами сейчас закроем этот раздел, он нам уже не нужен, и поговорим еще вот про что. Значит, у нас есть возможность раздела администрирования обслуживания. Значит, чем нам интересен этот раздел, то есть меню администрирования, мы выбираем меню обслуживания, и здесь у нас есть журналы, то есть активные пользователи, отчеты администратора, обработки, так далее. Здесь нам интересно два момента. Ну, то есть первое, это активные пользователи, это естественно, если я перехожу по этой ссылке, то я вижу тех, кто работает с программой, то есть конкретных пользователей, кто сейчас работает с программой. А вот отчеты администратора мне здесь интересны в таком плане, то есть я могу посмотреть, какой сотрудник у меня работал, ну, работал или делал вид, что он работал. Соответственно, анализ эффективности, активности пользователей позволяет мне добыть, так сказать, сведения. Я могу выбрать одного пользователя, могу выбрать группу пользователей, например, вот, выбрать всех или выбрать одного пользователя. Вот я оставлю одного пользователя и поставлю с января, допустим, и формирую график. И, видите, у меня получается сначала вот такие табличные сведения, то есть о том, что он делал, то есть вот он заходил, подключился один раз, за это подключение он в двух справочниках поковырялся, ну, то есть конкретно, что он делал. Здесь вот он у меня документ какой-то вводил, например, и так далее. здесь я смотрю и вижу, что у меня происходило не только, например, по этому сотруднику, а сколько у меня всего сотрудников работало в программе, и вот оно содержание их работы, то есть вот он у меня вводил документы, и вот он у меня корректировал справочники, то есть изменял что-то, и таким образом я могу отследить всех сотрудников, соответственно, кто что делал, насколько результативно он работал, то есть либо он просто включился и при этом параллельно смотрел кино, либо он занимался реальной работой, то есть соответственно, что конкретно он менял, тоже можно посмотреть, то есть это, так сказать, маленький шпионский блок, и кроме этого, то есть это у нас отчеты администратора, мы смотрим анализ активности пользователей, а кроме этого, у нас еще есть одна очень интересная вещь, ну, во-первых, что такое регламентная операция, это если у вас зуб никем не дорабатывался, то есть вы можете обновление самостоятельно делать, и интересует нас корректировка данных, то есть здесь есть вот такой сервис поиск и удаление дублей, то есть это сервис, который позволяет найти дубли, которые есть у вас в программе, например, ввели одного и того же сотрудника, одного с пробелом, одного без пробела перед фамилией, и для программы это уже будут разные сотрудники, и очень корректно происходит замена, то есть я нахожу дубли, смотрю, каких у меня больше, и, соответственно, помечаю это как основное, и в этом случае в тех, где у меня не стоит попытка основная, я могу заменить использование справочников, то есть заменить дубль оригинальным и дубль удалить, то есть это очень удобная функция, находится она у нас, еще раз повторюсь, в обслуживании, корректировка данных, ну и групповое изменение, это можно изменять табличные части документов, если требуется их групповая обработка, то есть это то, что часто в общем-то используется на практике, но обновление программ, как я уже говорила, это если программа не доработана, если в нее не вносились какие-то изменения, то в этом случае обновление мы можем устанавливать самостоятельно, но практически это применимо на небольших предприятиях, которые не имеют каких-то основных не имеют основных доработок, отчетов дополнительных и и так далее в общем-то. Значит это у нас было обслуживание мы с вами посмотрели, обслуживание и собственно говоря, еще на что хотела обратить внимание, это на собственно агонайзер. Агонайзер позволяет работать напрямую с электронной почтой, то есть сформировать какие-то отчеты и не выходя из программы по электронной почте это отправить ну например там каким-то своим сотрудникам или руководителям, которые этот отчет ждут и так далее. и в этом случае требуется настройка почты, то есть здесь к сожалению самостоятельно часто не удается это сделать и требуется привлечение сисадмина, то есть потому что требуется создать новую системную запись и соответственно указать почтовый адрес, почтовый сервис, ну короче заполнить уже техническую информацию. Вот и как я уже с вами мы сюда ходили меню отчетность и справки здесь вот на что хотела обратить ваше внимание то есть справки сотрудникам здесь у нас содержится допустим справки о доходах 2 НДФЛ для сотрудников когда им требуется в каким-то например банке или там еще для каких-то социальных организаций но у нас есть возможность кроме того что мы сами распечатаем справки о доходах сотрудникам у нас есть возможность через меню кадры сервис 1С кабинет сотрудника и меню зарплата это тот же сервис 1С кабинет сотрудника у нас есть возможность его подключить можно почитать по гиперссылке более подробно об этом сервисе и соответственно мы подключаем этот кабинет сотрудника и в этом случае сотрудник может самостоятельно использовать возможность формирования справок 2НДФЛ и других какие ему нужны например 182 справка и так далее ну и здесь собственно говоря достаточно внимательно почитать и подключить интернет поддержку которая дается по регистрационному номеру вашей программы ну соответственно почитайте внимательно и можно подключать этот сервис он очень удобен поскольку позволяет работникам получить справки которые им нужны не беспокоя бухгалтеров не занимая их время и соответственно не портя свои нервы потому что это дает возможность получить не только справки 2НДФЛ но еще некоторые другие на этом наше время к сожалению подошло к концу я снова переключаюсь на наши слайдики и мы с вами сейчас вернемся к началу к титульному листу я еще раз хочу показать вам наши контактные данные напомнить что мы будем рады оказаться вам полезными то есть выполним любые работы в отношении семейства 1С это и продажа и настройка и доработка ну то есть собственно говоря любой спектр вопросов компания Кодерлайн благодарит вас за время которое вы нам уделили за внимание мы надеемся на дальнейшее сотрудничество приглашаем вас задавать вопросы то есть если это вам удобно любым удобным для вас способом по электронной почте по телеграм каналам по обычным телефонам мы будем рады вам ответить и ответить если допустим по почте мы можем уже более подробно с учетом вашей конкретной специфики так что приглашаем вас к сотрудничеству на этом разрешите поблагодарить вас и компания Кодерлайн прощается с вами хорошего вам дня всего доброго до новых встреч удачи в следующем году